Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео расскажу, какие настольные игры, пазлы, сортеры уходят с наших полок. В основном они уходят, потому что ребенок их уже просто перерос по возрасту. Ранее мы в них с удовольствием играли, любили их очень, но сейчас они вытесняются более уже подходящими по возрасту, более интересными для моего ребенка игрушками. Итак, давайте приступим к просмотру. Начнем с разных деревяшек, уходят у нас вот такие вот бочонки. Здесь суть в том, чтобы подбирать их по глубине, 4 всего плашки. Эти бочонки очень рекомендуют Паевска, именно в таком формате, не цветном. И о том, как играть, можете посмотреть на ее канале, она там очень подробно об этом рассказывает. В общем, у меня уже ребенок это легко делает, легко собирает. Я не могу сказать, что он когда-то был в восторге от этой игры, но я ему так между делами периодически давала, он делал. Сейчас он это делает, собирает уже легко, и я особой потребности уже в них не вижу. Конечно, можно дать им там какую-то вторую жизнь, что-то с ними придумать, но у нас и так много всего, много разных игр и развивашек, поэтому убираем. Далее, вот такая пирамидка, геометрика она называется. Здесь ребенок по форме и по цвету должен составлять. Тоже уже очень легко, давно уже можно было от нее избавиться, но вот еще лежала. Тоже я не могу сказать, что в каком-то восторге был ребенок, просто на занятии ему давала периодически ее. Далее, вот такой вот сортер, волшебный комодик. Вот это то, что мой ребенок очень сильно любил, очень он ему нравился. Здесь, значит, разные фигурки представлены, разных цветов. Птички, машинки у нас, кругляшки, рыбки и медвежатки, воздушные шарики. И суть в том, что есть два варианта игры. Можно по цветам, чтобы ребенок сортировал, и нужны бусины определенного цвета в свой гаражик, как мы играли, ну или в свою какую-то коробочку ложил. А можно еще играть как рамкой-вкладышем. Здесь в комплекте вот такие рамочки есть, их достаточно много. И вот эти мелкие-мелкие элементы ребенок складывает. Моему очень нравилось. Вот он в районе двух лет, наверное, двух-трех лет. Очень сильно любил с ним играть, возился постоянно. Тут он и машинки как будто в гараже катал. Ну и вот эти плашечки собирал. Ему очень нравилось. Но тоже, конечно, уже мы это переросли. И на мелкую моторику у нас так много всего интересного. Поэтому тоже я убираю этот комодик. Далее, вот такой вот деревянный пазл. Семья Мишек. Тоже его Паевская рекомендует. Тоже у меня ребенок очень его любил. Очень он ему нравился. Здесь нужно одевать медвежат. Я еще даже подумаю над этим пазлом, потому что он до сих пор может в него поиграть. Понятно, что уже никакой пользы нет от сборки этого пазла. Все это дается очень легко ему. Но он часто как в ролевую играет, что вот да, это семья медведей. Там нужно их одеть куда-то. Например, в зимнюю тут есть одежда зимняя. Или они там куда-то на море у него едут. Он их там по летнему одевает. Ну, такая вот больше ролевка у нас получается. Но я еще с ним обсужу. Если он очень захочет, может быть, их оставим. Но так, конечно, уже именно как развивашка, она нам уже не актуальна. Дальше тоже вот такой деревянный пазлик-паровозик. Тоже мой сын ее обожал одно время. Постоянно с ней играл. Постоянно что-то придумывал. Это такой многослойный пазл. Вот один слой снимается. И есть еще один слой с пассажирами, с героями. И с их багажом. Багажное отделение. И там еще едут всякие чемоданчики. Очень классный. Очень у меня много ребенок в это играл. Ну, тоже его спрошу. Нужно? Нет. Уже, конечно, он это очень легко. На раз-два собирает. И хотелось бы мне, чтобы он какие-то более сложные уже пазлы. Что-то уже для развития, а не только для ролевой брал. Но если он очень захочет тебе в ролевую оставить этот паровозик, то, может быть, еще оставим. Далее. Вот такая вот магнитная рыбалка-сортер. Обожаемая была моим ребенком вещь. Я не знаю, в чем мой секрет. Она была какая-то очень бюджетная, достаточно простая. Но вот он часами мог выуживать этих морских жителей, играть с ними. Очень любил, очень в рыбалку нравилось играть. Именно в эту простую, такую незамысловатую версию. Но это, конечно, уже слишком просто. Мы уже пытаемся играть в более сложные рыбалки. Где с крючками с разными, или там с шариками на конце удочки. И вот это тоже уже никакого смысла, никакого развития не несет. Только место занимает. Я покажу вот такие вот карточки. Это вообще какая-то супер малышковая история. Буквально как только у меня, еще не родился у меня ребенок. Я ему уже это купила. Вот с первых дней они у нас были. Это вот рекомендует черно-белые изображения выставлять перед ребенком, рядом с кроваткой, с пеленальным столиком. Чтобы он просто смотрел, фокусировался на них. И здесь, получается, в этом наборе было 4 уровня сложности. Первый вот с такими изображениями, самыми простыми, черно-белыми. Второй, там уже добавлялись немножко цветных элементов, добавлялось к этому уровню. Но тоже такие простые, понятные все изображения, можете посмотреть. И дальше 2 уровня были уже такие более сложные. Там цветные уже шли изображения. И тоже можно было с ребенком смотреть, разглядывать. В общем, черно-белыми изображениями, да, мы активно пользовались. Я ему активного пеленального столика их ставила. Он смотрел. Но они действительно такие хорошие, понятные были. А вот цветные, как-то так мы иногда с ними играли, смотрели. Но в целом здесь не все и не совсем понятно. Здесь уже много какой-то абстракции. Я не знаю, насколько это было полезно. Так как-то уже мимо нас прошло. Мы там уже более такие интересные всякие малышковые вещи. Когда перешли на цветные изображения, там ближе к годику. Там, конечно, я уже старалась ему что-то тематическое показывать. Как-то уже поинтереснее. Вот эти вот почти не использовали карточки. А вот эти вот черно-белые и черно-белые с цветными много часто использовались. Вот почему-то до сих пор я их не отдала, не продала. Но завалялись. Нужно избавляться, конечно, уже от них. Далее вот такие карточки. Это на развитие речи от Кузя Тут. От Кузя Тут нам, в принципе, нравились. Мы по ним очень много занимались. Когда ребенок только начинал говорить, я очень переживала за эту тему. У нас вот так получилось, что мы очень активно развивали речь. В общем, где-то вот до полутора-двух лет у нас была и куча пособий, и куча вот всяких таких карточек вот эти вот завалялись. А потом у меня ребенок заговорил, и у нас был долгий период, когда мы вообще речь не трогали, потому что он прям хорошо, активно заговорил. И я успокоилась, так сказать, на этот счет. Мы другие сферы с ним развивали. Карточки классные, они такие заламинированные. Здесь, значит, с одной стороны стишок идет, и здесь еще пояснение для родителей, что можно, как еще эту карточку можно с малышом обыграть. Например, здесь держать звенящую игрушку по гримушку, и кому протягивать малышу игрушку. Вот такие вот простые. Я думаю, многим знакомы это Кузя Тут. Нам, в принципе, они хорошо послужили. У меня ребенок любил с ними играть. Я ему еще делала так, кругом вокруг него эти карточки раскладывала, и просила что-нибудь найти. Там, найди мне сову, найди домик, потому что изображения такие все очень классные, понятные. И вот он мне отыскивал эти изображения, я помню, найди машинку. Ну, конечно, сейчас-то все вообще у нас в 4,5 абсолютно не актуально. Конечно же, мы эти карточки уже убираем. Я покажу немножко пазлов. Значит, от Равенцбургера очень классный набор пазлов покупала. Я ему куда-то на 2,4,6,8 элементов. Они такие прям плотненькие. Видите, он их обожал, много с ними играл, много их собирал. Но с ними ничего не случилось. Качество просто великолепное. У нас, конечно, на тему техники ребенок ее любил, обожал. Ну, качество прям достойное. Если в поисках хороших пазлов для малышей, вот приглядитесь, ничего с ними абсолютно не случилось. Еще у меня тут в пакете лежат такие пазлы мамы и малыши. Тоже вот активно. Он их очень любил, очень много с ними играл. Здесь к каждому зверенку еще идет дополнительно его малыш. И вот надо сопоставить. У меня очень ребенку нравилось. Он прям заигрывался. И тоже качество очень хорошее. С ними у нас почти ничего не случилось. Тоже можете к ним приглядеться, если для малышей ищите что-то интересненькое по пазлам. И такие по формам еще были пазлы. Там еще как рамка. И нужно сопоставить форму с рамкой. Сейчас покажу какую-нибудь вот такие. Тоже они у нас, естественно, все уходят. Несмотря на большую любовь в свое время моего сына, конечно, это уже сейчас. Совершенно нам не актуально. Вот такие еще пазлы. Это, я не знаю, куда-то может быть в подарок. Может в сад, может в подарок при покупке от Люси и Лео. Они такие как прорезиненные. Но у меня ребенок их как не любил, так и не любит. И совершенно с ними не играет. Ну, они к тому же такие большие какие-то. Не знаю, не любят. Будем убирать. Зачем? Зачем, чтобы они лежали? И такой деревянный пазл. В фикс прайсе покупала дракошку. Тоже что-то как-то он от него вообще не в восторге. Тоже будем убирать. У нас пазлов много. Он уже собирает такие красивые, уже более взрослые, скажем так, истории. И вот всю эту большую малышковую историю будем уже отдавать. Давайте по настолкам по играм немножко пройдем. Вот такая очень классная карточная игра. Накорми друга. Значит, здесь все просто. Здесь в зависимости от того, какой цвет на кубике выпадает, нужно кормить животных. И кто быстрее накормит всех своих животных, тот и победил. Очень простая, очень примитивная игра. Единственное, что здесь прокачивается, это навык сопоставлять цвета с изображением. И понимать, какому животному что дать. Но моему ребенку очень нравилось. Мы очень много в нее, очень активно играли. И качество игры просто потрясающее. Все карточки, все элементы у нас просто как новенькие. Как будто мы вообще ее не пользовались. Игра классная. Часто брали и в дорогу, и дома могли поиграть. В общем, если для малышей что-то такое интересное, ищите, присмотритесь. Вроде кажется, что ничего необычного. Но, по крайней мере, моего ребенка очень-очень она затягивала. Очень много мы в нее играли. Ну, конечно, сейчас уже совершенно не актуально, когда ребенок играет в коварного лиса уже там или в спящих королев. Понятно, что такие коробки уже уходят. Далее вот такая игра «Повтори за ежиком». Здесь такой ежик. К нему такие кругляшки. И нужно в соответствии с карточками правильно заполнять на колючках у ежика так называемые яблочки. Мы их называли яблочки по цветам. Это можно с самого маленького возраста использовать. Сначала просто там кружочки ребенок ставит. Потом уже можно именно по карточкам, по заданиям пробовать выполнять. Он тоже, естественно, уже очень легко. Уже просто она лежит, занимает место. И, кстати, качество тоже все отлично сохранилось. Все замечательно с ней. Тоже для малышей ее советуют разные психологи, нейропсихологи. Так, далее две настольные вот такие вот у меня игры от Step Puzzle. Морковные гонки и разноцветные гусенички. Морковные гонки. Это первая такая ходилочка, бродилочка. Такие здесь кролики, морковки. И кубик нужно подкидывать. В пределах трех тут счет. Ну и, соответственно, кролики здесь перемещаются по полю. Два варианта поля. Одно чуть полегче там. Просто кролики скачут. Другое чуть посложнее. Тут есть элементы, что нужно возвращаться или продвигаться вперед. Или можно встретить лиса по дороге. Вот. Ну тоже уже свое эта ходилка отжила, отыграла уже. Неинтересно. Поэтому убираем. И разноцветные гусенички. На них, кстати, возраст 4+. Хотя, мне кажется, они попроще, чем морковные гонки. Но вот почему-то возраст 4+. На них стоит. Тут у нас поставление цвета. Игра. Здесь все просто. Каждый строит свою гусеничку. Что выпадет на кубики, тот элемент берешь. И кто быстрее составит гусеницу, тот молодец. Тот выиграл. Примитивнейшая тоже игра. Но тоже ребенку очень нравилось. Тоже мы с ним активно. У нее достаточно играли. Она именно привлекала, наверное, своей простотой. То, что здесь вот этот... Не особо нужно думать. И здесь как повезет. Если повезет, то ты можешь быстрее всех эту гусеницу собрать. Так, еще по настолкам. Вот такая вот настолка у нас уходит. Всем известная Джека. Little Cooperation. Обожаемая. Просто обожаемая ребенком игра. Я не знаю, сколько раз мы в нее играли. Проиграли. И она, кстати, по-моему, тоже покупалась мной на Авито. Она нам пришла как новенькая. И вот мы отыграли. И тоже она как новенькая. Как будто вот никто в нее никогда не играл. Потрясающее, конечно, качество у этой фирмы. Что и говорить. Как бы аналоги там не пытались сделать. Но Джеку есть Джека. А здесь суть в том, что если кто-то не знает вдруг, что звери должны перебраться по мостику с одной льдины на другую. И при этом не упасть в воду. Ничего тоже сложного. Все решает кубик. Все решает рандом все ваши действия. Но вот, видимо, этот 3D какой-то эффект. Вот эти милые персонажи очень привлекают ребенка. Не только причем моего. Я десятки положительных отзывов на эту игру слышала. Так что тоже приглядитесь, если у вас малыш. Игра действительно классная, стоящая. Очень качественная. Прослужит, послужит. Ну и, по крайней мере, вовлечет ребенка в мир настольных игр. Это точно. И еще из настолок уходит вот такой мой первый татем. Тут, конечно, стоит возраст до 5 лет. Но это слишком до 5 лет. Не соглашусь. Тоже неплохая, в принципе, игра. Тут нужно строить башенку по образцу. Вот по образцу ребенок строит башенку. И самый сложный уровень нужно выстроить уже вот такую вот башню. И такие здесь классные элементы. Они все на магнитах. Тоже эту игру в свое время Паевская советовала. По ее советам мы покупали. В принципе, нравилась. В принципе, строила. Ну, конечно, мы уже в это отыграли. И в 4 с половиной уже нет. Если еще, например, в день-ночь мы еще в ночную версию можем поиграть, то в это уже все. Уже игра уходит. Ну, что у нас? Вот коробка повредилась. Хотя это у нас новая игра. Не с рук ниоткуда брали. Но вот коробка как-то у нас не в очень красивом состоянии уже немножко. А сама игра, конечно, тут пластик. Поэтому очень тоже такая долговечная. Особенно если несколько детишек, можете смело брать. Мы убираем такой вот лоток. Кто где живет. Тут получается тема в горах, в снегах. И, по-моему, на ферме. Да, на ферме. Ну, и, собственно, здесь карточки и разные животные. Вот карточки такие. И разные фишки с животными. Нужно сопоставлять по карточкам. Какого зверя куда определить. Тут на ней стоит возраст аж 3+. Ну, это, конечно, мне кажется, чересчур играли мы, там, я не знаю, самого тоже малышкового возраста. В принципе, у ребенка уже там в 3,5, мне кажется, годам получалось весь объем точно делать. Уже не помню по возрасту. Но давно мы уже, как бы, ею не играем. Потому что ребенка легко получается все сопоставить без всяких затруднений. И вот еще два таких варианта лото. IQ лото. Очень нравились вот эти лото от Iris Press фирмы. Здесь сами основы карточки. Они такие менее плотные, но зато более красочные, более яркие. У нас было два вида их. Это половинки и кто где спрятаться. По-моему, еще какая-то была, она уже ушла у нас. Очень классные, яркие изображения. И очень классные вот сами эти карточки. Они такие прозрачные, прозрачные. Такой хороший пластик хорошего качества. Вот, очень ребенку нравилось искать. Кто где спрятался, очень нравилось с ними играть. И то, и другое лото с удовольствием. И даже, я скажу, что вот это вот, кто где прячется, нравилось чуть больше. Тут такие прям классные истории. Его забавило. А, я нашел, нашел. И скал их. Ну, тоже уже не актуально, конечно. Для самых маленьких мы уже переросли такие игрушки. Ну и последнее на сегодня. Это вот такие вот многоразовые раскраски водные. Уже, естественно, они у нас уходят. Одно время ребенку очень нравилось таким забавляться. Ну, сейчас он уже обычные раскраски пытается раскрашивать. Водилочки разные. Поэтому это уже не актуально. А, в принципе, у некоторых... Вот, у нас даже две одинаковые лежат. Видимо, одну сами покупали, одну дарил кто-то. Вообще, абсолютно новая. Так что, может, каким-то малышам еще послужит. И вот такая рабочая тетрадка. Кравец Валерия. Для двух-трех лет. Очень классная, очень хорошая. Единственное, что мы сами тут ее, видимо, влажной трапкой сильно. Может, ребенок протерял или как. В негодность она у нас пришла. Хотя у нас даже от Сима Лэнда обычно они такие аккуратненькие. Пиши стирает. Тут мы, видимо, сами что-то такое сделали. Хотя листы очень плотные. Но ничего. В принципе, тут, я думаю, кто-то может позаниматься. Очень хорошее задание. Где домик, игра в прятки, на корме животных. Потренировать ручку для письма, лабиринте, как пройти. Ну, хорошая. Хорошая книжка. Здесь в ней 36 разных, 37 даже страниц с разными такими заданиями. И на возраст 2-3 просто идеально. Вот такой сегодня получился обзор. Все игры, все вот эти вот сортеры были очень нами любимые. Очень хорошо в них ребенок играл. Я считаю, что они нам верой и правдой служили. И надеюсь, кому-то тоже пользу принесут. Спасибо за внимание. Возможно, вы тоже для себя что-то присмотрели в этом видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok